Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Мы с вами движемся опять же уже в новой главе, где мы размышляем не просто о Давиде, а о том окружении, которое было рядом с ним. Я не думаю, что кому-либо приятно то, когда люди, находящиеся с вами многие годы, оказываются не просто в стороне, а против вас. И это то, что произошло с Давидом. Ахитофил – это не просто человек, который был рядовым, а это был советник царя. И советники – они на особым счету, потому как им надо быть экспертами в разных направлениях. Но это опять же не просто советник, а это советник, который на уровне Бога мог давать советы во всех сферах, если он туда направлял свой взор. И Давид это видел, Давид это знал, и знали это окружающие люди. И родственники Давида тоже знали, а Виссалом был в курсе, кто такой Ахитофил. Это не был молодой человек, это не был его сверстник. Это был, скорее, сверстник Давида, а может, даже в чем-то и старше. Но, по крайней мере, это был человек, вес которого знали в Израиле. И поэтому сегодняшние советы, которые он дает Ависалому, Ависалом его сразу поставил в этот же статус – быть советником при дворе, которого еще практически нет, но уже в глазах Ависалому он есть, потому что он понимает, если Ахитофил рядом, то с таким человеком он получит скоро престол. И поэтому советы, которые дает Ахитофил, мы с вами внимательно рассматриваем. Один из них – это поставить палатку и прилюдно ввести туда наложниц царя и зайти к ним, чтобы весь Израиль видел то, что будет происходить. Что касается следующего совета. Теперь надо нейтрализовать самого Давида. С одной стороны, опустить его репутацию, с одной стороны, унизить таким образом, а теперь убить самого Давида. И потому у него есть стратегическое предложение собрать 12 тысяч воинов сильных и пойти сейчас его захватить. «И всех людей обращу к тебе. И когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». Насколько, опять же, стратегический момент. Кого убрать? Поражу пастыря – рассеются овцы. Вот почему на тех людей, которые впереди и которые уже занимают вес и значимость и имеют влияние, так много атак со стороны разных направлений. Инициатор один – демонический мир, дьявол. Но берет он в удел тех, у кого есть его легальное право, легальное место. Обиженные, недовольные, бунтари, люди отверженные, люди, с которыми никто не смог, может быть, до сих пор справиться, и сами не хотели этому дать место и право. То есть сами себе режиссеры. Те, которые пытаются всем показать, что у нас-то правда, а у все остальные – это что-то такое второсортное. Это гордость, это самодовольство, это внутренняя неустроенность, которая выражается в осуждении и обсуждении всех вокруг. Поэтому, если вы себя обнаружили в этом числе, то как можно быстрее идите к такому Богу, который знает, как вас переодеть. Но он не будет одевать и переодевать только внешнюю сторону. Он будет работать с мышлением, с сердцем и мотивацией. Поэтому сюда надо будет отправиться и там наводить порядок. Бога нельзя будет убедить своими аргументами, своим оправданием, потому что он знает суть вещей. И поэтому да поможет Господь каждому из вас и из нас оказаться в числе тех, кто честен самим собой перед Богом. Что касается тех людей, которые вокруг нас могут быть в этой позиции, то в данном случае мы видим, что Господь, Он знает, как защищать своих. Вот здесь тоже очень важный момент. Если человек не оказывается в позиции по Божьей воле, то он с нее упадет. Как бы он за нее не держался, как бы не боялся ее сохранителей как-то удержать, он с нее свалится. Но если Бог дал человеку позицию, то опасность у тех людей, кто наступает, она присутствует. Даже если внешне это выглядит, что у них перевес. Но идти против Божьего ставленника – это всегда идти против Бога. И поэтому опасность будет подстерегать даже самых сильных в этом мире. Храни нас, Господь, от такого явления. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что у нас есть такое право молиться, просить, получать ответ и знать, что есть Тот, Который пишет памятную книгу. И куда записываются наши мотивы, слова, сердца, отношения и не только дела. Благодарю Тебя, что мы можем сейчас звать к Тебе, просить, получать и идти дальше. Поэтому на старте года мы благословляем себя и благословляем тех, кто рядом с нами. И еще раз прошу, сохрани нас от Совета Ахитофела и разрушь Совет Ахитофела. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин